Убийство школьницы. Трагические события произошли в поселке Яйва Александровского района. На глазах у прохожих 20-летний местный житель начал избивать свою 17-летнюю знакомую руками и ногами. Также нанес удары ножом. Все это попало в объектив камеры видеонаблюдения. Жители поселка рассказывают, что молодые люди хорошо знали друг друга. Что произошло между ними и послужило поводом для зверского убийства, предстоит окончательно установить следователям. Подозреваемый, находясь на улице, встретил 17-летнюю знакомую. На почве ревности он нанес потерпевшей руками, ногами и имеющимся при себе ножом травмы. Преступное действие злоумышленника пресекли прохожие, которые вызвали скорую помощь. По пути в больницу потерпевшая скончалась. Убийца скрылся с места преступления. Он успел из Яйвы перебраться в Березники. Его задержали лишь через несколько часов. По словам очевидцев, нападавший был трезв. Школьница не дожила до своего совершеннолетия полгода. Следователи возбудили уголовное дело по статье убийства. Меру пресечения задержанному выберет суд. Провал в центре города. Недалеко от перекрестка улиц Луначарского и Куйбышева произошло проседание грунта. По информации Новогорприками, поврежденной оказалась труба водоснабжения. Работу там ведет подрядчик, который занимается переустройством ливневой канализации. Это входит в проект по масштабной реконструкции улицы Революции. В образовавшийся провал угодил легковой автомобиль. Очевидцы в интернете разместили фото и видео, снятое на месте событий. Машину из образовавшейся ямы общими усилиями вытащили, воду откачали. В Новогоре сообщили, что поврежден крупный водовод диаметром 300 мм. Из-за утечки и произошло подмывание асфальта на небольшой площади. Напомним, масштабная реконструкция улицы Революции началась осенью прошлого года и идет сейчас полным ходом. В результате всех преобразований на ней должно появиться четырехполосное движение. Здесь пустят автобусы и обустроят трамвайные пути. Это позволит соединить уже существующие линии. Таким образом, трамваи, идущие от центрального рынка или со стороны Бахаревки, смогут напрямую по Революции попасть на улицу Горького. Бюджет проекта порядка миллиарда рублей. Все работы намерены завершить к середине декабря этого года. Борьба за прикамье. Полпредпрезидента в Уральском федеральном округе Николай Цуканов предложил включить в состав Урала-Сибирского макрорегиона два субъекта Российской Федерации – Омскую область и Пермский край. При этом ранее федеральное правительство утвердило стратегию пространственного развития до 2025 года. В соответствии с ней сформированы 12 макрорегионов. В частности, в Уральско-Сибирске входят Курганское, Свердловское, Тюменское, Челябинское области, Ханты-Мансийский автономный округ и Ямало-Ненецкий. Полгода назад Министерство экономики по поручению председателя правительства подготовило информацию о макрорегионах. Их предложение было разбить Урфона-2 макрорегиона. Губернаторы нашего округа не согласились и поддержали мою позицию. Мы отправили письмо в Министерство экономики, что предлагаем оставить макрорегион в границах округа, но рассмотреть возможность включения в его состав Перми и Омска. Николай Цуканов отметил также, что у Уральского федерального округа крепкие экономические, логистические и культурные связи с Пермским краем и Омской областью. И став единым целым, они могут дополнить друг друга и даже усилить. Губернатор при Каме, между тем, заявил, что такого вопроса на повестке дня нет. Вопрос федеральный, чем не оценивать как бы. Значит, на сегодняшний момент все вектора определены. Мы эти вектора, в общем, участвовали в их формировании. Наше мнение спрашивали. Мы четко понимаем, что мы интегрированы на сегодняшний действительно Волга-Камский экономический регион, что не отменяет наших связей с другими субъектами, развитию транспортных коридоров и всего такого. Значит, наше мнение учтено в только что утвержденной правительственной концепции. В Перми подошел к концу четвертый молодежный форум «Пермский период». Два дня шли выступления и мастер-классы молодых предпринимателей, общественников и блогеров. На форуме появилось новое направление – конвейер социальных и бизнес-проектов. Лучшие получили гранты на реализацию своих инициатив. Губернатор при Каме Максим Решетников пообщался с молодежью и узнал ее мнение по поводу жизни в крае. Давайте постараемся максимально открыто, не в режиме выступления губернатора перед молодежью, в режиме нашего с вами общения. Уехать или остаться в Пермском крае, чем хорош регион и чего ему не достает, какие трудности возникают у юноши и девушек. Эти и другие вопросы в формате open talk или открытого разговора Максим Решетников задал представителям молодого поколения. Ребята голосовали прямо в зале с помощью пультов. Главная цель такого общения – услышать молодежь и убедить ее остаться в Пермском крае. Это ведь не тот случай, когда можно что-то делать и сказать, ну все, с молодежью пообщались, поставили плюсик, на год, на два забыли об этом. Нет, это надо постоянный контакт, постоянное разъяснение, постоянные вопросы, чтобы у них был образ будущего Пермского края. Не то, что они видят, а то, в чем они будут жить завтра и послезавтра. Нынешний форум уже четвертый. Со временем он становится масштабнее и интереснее. Организаторы приглашают авторитетных экспертов, чтобы сделать его максимально полезным для молодежи. Моя лекция сегодня была о моем творческом пути, о том, как я нашел себе фотографии, как я добился каких-то успехов в этой сфере деятельности. Моя цель была каким-то образом вдохновить и мотивировать людей, молодежь на то, что вне зависимости от того, чем ты занимаешься, можно в любой сфере деятельности добиться успеха. На форуме подвели итоги работы конвейера «Инициатив». «Инициатив» было два направления – бизнес-проекты и социальные проекты. Авторы самых перспективных работ получили гранты на их реализацию, а также рекомендации экспертов, как усовершенствовать и развить свои идеи. Первый самый главный бонус – это, наверное, опыт. Во-первых, опыт выступлений, но и второй бонус – это финансовая поддержка. Очень понравилось, как проходил именно конвейер проектов, потому что все было очень четко, все по времени, то есть соблюдали регламент. Форум проходил на площадке завода имени Шпагина. За два дня участниками стали более тысячи человек в возрасте от 16 до 30 лет. Евгения Чернявская, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Плюшкина из Мотовилихи. Продолжение. Генеральную уборку в одной из квартир дома по улице Крупской приостановили из-за недомогания грузчиков. Работники управляющей организации, которые очищали помещение от мусора, отравились ядовитыми парами. Напомним, 70-летняя пермячка забила свою однушку хламом от пола до потолка. Коммунальщики вывозили отходы камазами. Как сейчас организован быт местной Плюшкиной, поинтересовалась Елена Яговцева. Валентина Александровна вежливо встречает гостей, но извиняется, присесть пока некуда. Диван до сих пор завален бытовыми отходами. Пачки старых газет и журналов, тряпье непонятного назначения. Пенсионерка сетует, что рабочие вместе с разным хламом выбросили много вполне пригодных для жизни вещей. Больше помощи не принимает. Все ненужное выбросит сама. Убираю все. Обещают еще машину прислать, мусор выбросить. А не надо уже мало, ни к чему. Да. То есть вы хотите сами уже все это помочь? Да, да. Немного уже осталось. У нее, считайте, ящик свечей парафиновых. У нее, значит, что там, у нее бобина-шланга для дачи. У нее два ящика краски было. У нее что там еще? Ой, даже смешно говорить, может быть, даже откопали три бутылки Агдама, если вы еще вот помните, такие были бабы. Из квартиры пенсионерки вывезли уже три грузовика бытовых отходов. Но хлама осталось еще на пару машин. Работа приостановилась несколько дней назад. Сотрудники управляющей компании, несмотря на респираторы, отравились, якобы надышавшись, ядовитых паров. Если в первый день возможно было все это выносить, то в следующий раз я вот сама поднималась. И ужасно, то есть там такие запахи, потому что бабуля, значит, носила туда и удобрения, раз она имеет дачу. Все это разложилось, все это сопрело. Там очень было ужасно. У меня два или три вот этот запах стоял. В заглотке. Между тем хозяйка взялась за старое, рассказывают соседи. Снова тайком носит с помоек хлам. Социальные службы бессильны образумить местную Плюшкину. Хотя обо всем, что не касается содержимого квартиры, пенсионерка вполне адекватно рассуждает. С досадой вспоминает, как разорился один из пенсионных фондов, а у нее там были немалые средства. Миллион там был у меня, и все пропало. У многих дикведь пропало, да? Да. Да. Уж я это, не говорю, что упало, то пропало. Коммунальщики пообещали возобновить вывоз мусора на следующей неделе. Затем квартиру продезинфицируют. Дальше можно будет делать ремонт. Но Валентина Александровна говорит, что денег на это у нее пока нет. И так нужно починить холодильник и газовую плиту. Елена Иговцева, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей. Стать спецназовцем на один день – такой необычный эксперимент предложила журналистам Краевая служба исполнения наказаний. Наша редакция вызов приняла. Тяготы этой непростой службы испытал на себе Евгений Гуляев. Девять часов утра. Место дислокации – база отдела специального назначения Краевого ГУФСИН. Построение, перекличка, а дальше одно большое и сложное испытание для журналиста, для спецназовца же это обычный день. Утро спецназа начинается точно не с кофе. Вместо бодрячего напитка – небольшой кросс. Всего лишь три километра. А дальше, чтобы точно проснуться, полоса препятствий. Преодоление различных преград – от простой змейки до подвесной лестницы. Есть среди них и стена высотой с двухэтажный дом. Журналисты старались не ударить в грязь лицом, стойко проходили маршрут, но пройти все испытания удалось не каждому. Сказать честно, полоса препятствий не для слабаков. И без определенной подготовки полностью пройти все ее снаряды очень сложно. Дальше – спортзал. Снова физическая подготовка, разминка, бег, единоборство. Спецназовцы к этому времени только разогрелись, чего не скажешь об участниках эксперимента из числа сотрудников СМИ. Если в руках спецназовца на поле боя не оказалось огнестрельного оружия, к нему на помощь приходят два других оружия. Это приемы рукопашного боя и кикбоксинга. И прямо сейчас один такой прием мы вам покажем. В данном случае буду защищаться я, а это главное – вовремя выставить блок. Александр Пашков почти 20 лет в профессии, но наряду с молодыми бойцами с легкостью выполняет все упражнения. Говорит, служба в спецназе – это не только физическая и боевая подготовка. Тактика и стратегия не менее важны. Теория обязательно нужна для чего? Чтобы знать, что ты будешь делать. А практика, соответственно, ты совершенствуешь свое мастерство. В строю краевого спецназа ГУФСИН 104 сотрудника, 13 из них – краповые береты. Это высший символ мужества и воинской доблести, зарабатывают который, сдав сложнейший экзамен. Но вернемся к тренировкам. Вторая половина дня – не менее серьезные нагрузки. Оттачивание навыков на так называемой стенке, пресечение условных массовых беспорядков. У командира «Медведя» интересуемся, участвуют ли его бойцы в боевых операциях, отвечает сдержанно. Были мероприятия, в которых мы непосредственно участвовали на территории Пермского края и выполняли задачи, выполнили с достоинством. Если не секретная информация, можно хотя бы один пример? Не могу сказать. Отделы специального назначения ФСИН стали образовываться в России в начале 90-х. В то время в стране сложилась непростая обстановка в уголовной исполнительной системе. По колониям прокатилась волна массовых беспорядков и других преступлений. Тогда в спецназ вошли наиболее подготовленные сотрудники ведомства. Сейчас для того, чтобы попасть в эти ряды, молодые люди проходят жесткий отбор. Евгений Гуляев, Михаил Осетров, Телевизионная служба новостей. Работа неизвестного мастера арт-объект «Слава труду» на некоторое время изменил свою суть. Кто-то под покровом темноты заменил две буквы. В результате получилась надпись «Слава груди». В Музее современного искусства отметили, что акция получилась позитивной. Комментарий по этой ситуации учреждение разместило в Инстаграме. Буквы сделаны из картона, объект не был поврежден. Передаем автору Андрею Люблинскому, все в порядке. Уличный художник Сетфейс отрицает свою причастность к буквам и говорит, я бы написал «Слава трупу». Алексей, прости, не сегодня. Проблема в том, что мы знаем всех уличных художников, а большую часть из них музей вскормил. Простите за аналогию с объектом. У нас есть подозрения, а кроме них система камер наблюдения. Так что следите за новостями, ждем шуток про феминизм и объективацию. Музей уже привел в порядок арт-объект. Грудь пропала, труд вернулся. Красные человечки с буквами, напомним, переехали сюда от речного вокзала в сентябре прошлого года. Сейчас недалеко от площади Дружбы находится открытое хранение коллекции паблик-арт-объектов. В районной администрации надеялись, что экспозиция под открытым небом найдет своих ценителей. В тестовом режиме вот сейчас это все запускается, открывается. Конечно, будет понятно уже по итогам какого-то времени. Будет пользоваться площадка спросом у жителей или найдет какой-то, может быть, негативный отклик. В любом случае, музей, и мы готовы более как-то гибко подходить к этой площадке, рассматривать ее, наполнять. Автор арт-объекта Андрей Люблинский, кстати, отметил, что все эти превращения славы его радуют. Ведь трансформации произошли на пороге весны, когда все начинает оживать. Тем временем в Музее современного искусства открыли новую выставку под названием «Двойная перспектива». Посетителям представили работы известного московского художника Николая Касаткина. Его картины созданы так, что плоскость холста кажется объемной. Эффект 3D столичный мастер начал применять еще в 60-е годы прошлого века. Репортаж Юлии Языковой. Это полотно называется «Старый этюд». Здесь пейзаж вписан в интерьер, а под осыпающейся штукатуркой виден еще один слой росписи. Принцип картина в картине основной в творчестве московского художника Николая Касаткина. В каждой его работе плоскость холста обретает объем. Мастер расширяет границы пространства, а также времени. Наглядный тому пример – картина под названием «Зеркало». Здесь словно в одноименном фильме Андрея Тарковского соединились прошлое и настоящее. Касаткин вообще обыгрывает вот эти вот идеи о нашем двойном зрении, как мы смотрим двумя глазами. И у нас получается очень сложное перспективное решение в голове, которое мы на самом деле не осознаем. Это тема двойной умножающейся реальности, например, наслаивающихся на реальность наших представлений о ней. Привычные представления – это ограничивающие рамки или фреймы, считает художник, и отказывается от плоского взгляда на многомерный мир. Его холсты без багетных обрамлений, чтобы зритель мог, что называется, войти в картину. Экспозиция выстроена таким образом, чтобы многослойность работ Николая Касаткина была понятна и очевидна. Эта выставка – своего рода оптическая загадка. Здесь важно не просто увидеть каждую картину в отдельности, но и понять их взаимосвязь – смысловую и визуальную. Николай Касаткин – известный столичный мастер. Ему на днях исполнится 87 лет. Творческий Путин начинал в 60-е. Находился в стороне от актуальных течений в искусстве того времени. Разрабатывал свой метод, опираясь на опыт русских классиков 19-го – начала 20-го века, добавляя свои пространственные решения. Путь Касаткина таков, что он, разрабатывая свою версию реализма, не попадал ни в какое из общих течений. И для того, чтобы его индивидуальный вклад оценить, понадобилось, видимо, достаточно много лет. Всего в Пермском музее современного искусства показывают более сотни живописных работ Касаткина. Картины собраны из трех десятков музеев и частных коллекций. В нашем городе работы этого мастера показывают впервые. Увидеть их можно до 31 марта. Юлия Зыкова, Валерий Шикунов, Телевизионная служба новостей.